Хорошо, давайте так. Мы сейчас потом сформулируем дальше конец. Что там? Сначала, чтобы пусть поляризатор и анализатор, как хотите, параллельно или скрещено? Параллельно. По просьбе трудящихся параллельно. Так, мы ставим анизотропную пластинку. Вопрос, как мы ее будем ориентировать, чтобы увидеть что-то интересное? Вы считаете, клин или пластинка? Клин, клин, клин. Клин, да. Там клин с пластинкой или пластинка сама в себе? Клин. В виде пластинки. А, П это клин. Это поляризатор, это анализатор. Между ними, значит, поляризатор, пусть, например, плоскость пропускания такая, у анализатора тоже такая, как мы ставим оптический клин. Предположим, я его поставил вот так же, как он есть. То есть, вот я взял его и вот так вот поставил. Что мне будет? Белые изображения, но белый поляризатор. Ничего не изменится. Все видят, что ничего не изменится? Если направление пропускания поляризатора будет совпадать с одним из главных направлений в пластинке, то что будет? То пластинка не будет работать никак. У меня была линейная поляризация, и так она линейно поляризованная останется. И у нас что будет? Просто пятно, да, просто равномерный засвет. Если я поставлю эту пластинку, поверну перпендикулярно, что изменится? Будет то же самое. И поэтому максимальный эффект будет когда? Когда под 45 градусов мы ставим. Так? Так. Значит, уяснили, что надо поставить под 45 градусов. Обычно это в условии пишут, но я хотел, чтобы вы дошли до этого сами. Так, хорошо, поставил под 45 градусов. Главные направления. Давайте нарисую. Вот я вам рисую главные направления у пластинки. Главные направления. И падает линейно поляризованная волна. На клин. Толщина его меняется. Это что означает? Значит, у меня, ну опять же, я линейно поляризованную раскладываю на две составляющие. Вследствие того, что у меня угол 45 градусов, у меня получится квадратик. Да? Так. И в зависимости от толщины пластинки у меня, по мере нарастания толщины пластинки, у меня что? Будет меняться разность фаз между ними. Так? Так. Значит, разность фаз, когда достигнет, например, пи пополам, что будет? Круговая поляризация. Когда разность фаз станет пи? Линейная. Линейная поляризация. Три пи пополам? Снова. Снова круговая. Два пи? Линейная. Линейная. И так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, что я буду видеть на экране? Снова круговая, только теперь. Как объяснить на экране? Если считаю, что у меня идет параллельный пучок и проходит через разные области клина. Два раза похуже свет. Ну, ги пополам. Так. Верите ему? Нет? У меня через разные участки клина проходит свет. Значит, у меня не фотоприемник, у меня картиночка, на которой проецируется изображение. Черт, неудачно я вам сформулировал условия. Да, обычно смотрят в прошедшем... Ну, вы же глазом смотрели на задачу 142, что вы видели, расскажите им. Полосы будут. Если у вас стоит анализатор, то вот у меня клин. Пусть в этом месте у меня разность фаз вносится, пи пополам. В этом месте пи, в этом месте 3 пи пополам, в этом месте 2 пи. Так? Тогда после прохождения вот этого участка, у меня здесь вот эта область будет иметь круговую поляризацию. Так? В этом месте линейная, но вот так ориентированная. В этом месте круговая. В этом месте линейная, но так ориентированная. И так далее, и так далее. А у меня стоит анализатор, который пропускает какую поляризацию? Да, только вот такую вот линейную. Поэтому в этом месте у меня что будет? Светло. А в этом месте что будет? Темно. Светло, темно, светло, темно, светло. Что мы будем видеть? Полосы. Нет, ну как бы называть их интерферационными не очень хочется. Почему он частично пропускает круговую поляризацию? Он частично пропускает. То есть у вас распределение интенсивности будет вот такое вот. И оно вам что напоминает интерферационную картину? То есть когда вы ставите между анализатором и поляризатором анизотропный клин, то у вас в каких-то местах клин, он работает как лямбда пополам, в каких-то лямбда на 4, в каких-то лямбда на 8 и так далее, и так далее. И в итоге вы будете видеть, что через разные участки клина проходит разная интенсивность. И вы будете видеть окрашенный клин, вы будете видеть на нем полосы. Расстояние между этими полосами, как вы думаете, трудно найти? Расстояние между этими полосами. Дельта Х. Так, правильно. Дельта Х умножить на синус альфа равно чему? Лямбда пополам. Просто лямбда. Кто верит этому? Вот у меня. Здесь у меня толщина пластинки изменяется. При шаге в одну ширину полосы у меня толщина пластинки должна измениться. Оптическая толщина на лямбду. А, виноват. Лямбда на дельта Н, да? Нет, сейчас, дельта Н в этом месте или в другом? В другом, скорее всего. В другом, да? Да, правильно, в другом. Получается, что мы считаем прямо на клине, да? Да, прямо на клине, да. Ну, то есть, задача, по-моему, изначально формулируется чуть по-другому. Смотрит на клин через что-то. Но я почему-то подумал, что вы все поймете. А видите, мы с вами уткнулись в то, что вы ничего не поняли. Ну, и вы и сейчас ничего не поняли. Я правильно понял, да? Ну, в общем, короче говоря, откройте общий зачет, увидите задачу номер 3 или 4, прочитайте условия и поймете, что я про нее рассказывал. А кроме этого в домашнем задании будет то же самое. Но только сформулированное красиво. А я сформулировал некрасиво. Так, хорошо. Теперь мы с вами возвращаемся к тому, на чем мы остановились. Кто помнит, на чем мы с вами остановились? На фазовой и лучевой скорости. Так, V фазовая, больше у лучевой, V фазовой, меньше у лучевой. Кто помнит результаты голосования? 12 к 2. 12 к 2. Из детьих 2 один был оператор, да? Помните. Так, хорошо. Кто-то, наверное, поизучав дома теорию этого дела, хочет изменить свое мнение или не хочет? Я думаю, что в 2-е. Так, один человек переходит во 2-е. У меня же по девушке, например. А, его вчера не было, он не переходит, да. Вместо оператора. Так, что? А, вместо оператора, хорошо. Так, ладно, хорошо. Значит, а мы с вами рисовали еще какую картиночку? Да. Значит, которую мы с вами... Давайте я напишу ее. К, Д, Б, Х, Е, С. Было это, да? Так, кто помнит, откуда мы это получили? Из уравнений Максвелла. Вообще говоря, вся анизотропия, вся вытекает из уравнений... Ну, вообще, как вся оптика вытекает из уравнений Максвелла. Но здесь, на мой взгляд, это очень такой красивый момент, когда из уравнений Максвелла, да, получаются вот такие здоровые-здоровые крокодилы, потом очень аккуратно все разрешается, да, и получается красивый. И мне лично понятные вещи студентам, а мне обычно сильно непонятные. Так, разобрали вот это, да? Так, и из этой картинки никто не видит ответа на этот вопрос. Не видит никто. Так, хорошо. Значит, давайте так. Давайте мы с вами попробуем сделать такую вещь. Значит, мы с вами, помните, сказали, идет волна, да? Идет волна, идет волна. Значит, из уравнений Максвелла вытекает, что у этой волны, значит, фронт волны идет туда, энергия почему-то идет туда, и как это себе представить, вот как бы наглядно себе представлять, что это за волна такая? Кривая волна. Кривая. Кривая волна? Ну, он умный, да, вы знаете. Поэтому я для всех остальных. Итак, я в конце концов придумал некую модель, которую я вам сейчас излагаю. Значит, в этой модели она очень хороша для весны, как раз, на мой взгляд. Да, но единственное, не хороша для вашей группы, из-за того, что у нас нет одного соедина, да? Ну, обычно, я говорю, что обычно, значит, по весне люди начинают прогуливать семинары, и мальчиков, которые прогуливают семинары, отчисляют. И, предположим, они попали в армию, да? И все эти двоечники сейчас, вот, вот, вот они выстроились, да? Вот они стоят в ряд, да? Образовали фронт, да? Так, значит, теперь им что говорят? Шагом марш. Значит, они идут, да? Так, как и положено, да? Все у них в порядке. Так, а теперь появляется анизотропия. Как вы думаете, в каком виде для мальчиков по весне появится анизотропия? Девушки где-то стоят. А? Девушки где-то стоят. Где-то девушки стоят. Я специально, видите, встал вот так вот, потому что я вижу, где сидят девушки, да? Так. И поэтому как начинают идти эти самые солдатики? Да? Они понимают, что фронт им надо держать, иначе их накажут. Но начинают идти они вот так, да? Да? Вот, они идут туда, а фронт они держат. Понятно? Да? Значит, фронт волны идет по-прежнему туда, это вектор К, а энергия идет туда. Да? Все же легко и понятно? Значит, я еще обычно рисую картиночку вид сверху. Значит, вот это вот у меня фуражечки этих самых солдат, да? Значит, они идут, якобы фронт их держит, идет сюда, да? А энергия их идет сюда, то есть они идут вот так вот. Да? Фронт у них по-прежнему сюда, а энергия сюда. Согласны? Хочет их меньше стал. А? Ну, меньше стал, ну, а не стропии сильные. Но этого мало. Теперь мы с вами с этой картинкой и эту картинку пытаемся связать с векторами. Вот я стою перед вами, показываю куда-то руками, теперь называйте вектора. Вот, например, вот это, это какой вектор? К. К. Вот это какой вектор? С. И С. Где магнитный вектор? Прикликальный вектор. Ну, куда надо показать? А? Вот так надо встать. Вот так, верите ему? Верху. Да. Так, это магнитный вектор, да? Так, где вектор? Д. Д. Сюда, да? А вектор Е? Сюда, да? Все понятно? Да. Да, вот у меня, это я сейчас что вам показываю? С и Е. Да, так я вам показываю? Да. Так, так, понятно все. Так, хорошо. Теперь, этого еще мало, да? Ведь у нас солдаты идут туда, да? Но у нас вектор H направлен вверх. А может быть волна, которая будет идти туда же, но вектор H будет направлен вот сюда? Может такая быть, да? Так, как это представить себе как солдат? Он смещается вверх? Нет. Значит, благо линия моего тела совпадает с каким вектором? С вектором B или H. То теперь, я хочу, чтобы у меня вектор B и H был направлен горизонтально, значит мне мое тело нужно что сделать? Перевернуть. Положить на 90 градусов. Перевернуть. На 90 градусов. Представим себе, что я умею ходить боком. Ну, виноват, солдаты. Солдаты умеют ходить боком. Ну, никакой фантазии, а? Так, значит, солдаты ходят боком. Ширенка вот она, вот так вытянута, да? Так. Значит, а как солдаты смотрят? Как в танке, вот так вот, да? Поэтому, когда они идут вот так, они смотрят, ищут вот так, анизотропию находят? Нет. Нет, поэтому они идут как? Прямо. Они как шли, так они и идут. И в итоге у нас получается то, что называют двойное луч преломлении. Так ведь? То есть у меня, вот, значит, вот они солдаты, да? Вот здесь анизотропия. Я не знаю, косички я умею рисовать или нет? Ну, предположим, это косички какие-то, да? Значит, вот она с этого места началась, анизотропия. Да, вот в этом месте она закончилась. Значит, у меня падал вот такой вот пучок солдат, да? Значит, после этого он вышел, один пучок вышел вот так вот, а второй пучок прошел и вышел вот так вот. Но поляризованы они по-разному. И вы видите двойной луч преломления. Вот у вас произошло расщепление. Да? Все легко и понятно. Правильно ведь? Согласны, что все легко и понятно. Так, значит, А теперь пытаемся из моего рассуждения сообразить, как ответить на этот вопрос. Второй. А? А почему второй правильно? Стало неожиданно. Ну, они приходят, что одновременно вот эти границы, а этот направлен в узлом. Так. То есть у меня фронт волны отсюда дошел досюда. А луч прошел какой путь? Фронт. Вот этот. Лучевая скорость больше. На этой картинке что можно было бы нарисовать? Можно было нарисовать, что я нарисовал вам? Фронт волны. Это фронт волны. Он перпендикулярен вектору К. Поэтому, грубо говоря, вот это вот у меня В фазовая, а вот это у меня У лучевая. И какая связь между ними? Через косимус угла. То есть из этой картинки видна связь, кто больше и насколько больше. Понятно? То есть, на мой взгляд, вот это все легко и понятно, и никаких усилий почти прикладывать не надо. Так. Хорошо. Значит, теперь мы делаем следующее. Значит, а теперь нам надо понять, как же искать какие-то скорости. Мы с вами, значит, что? Ввели три главные скорости. Помните? Да? Что такое главная скорость? Скоростью волны вдоль. Вдоль волны. Да. То есть Vx равная С делить на корень из εx. Это скорость волны, поляризованной вдоль оси Х. Вопрос. А это фазовая или лучевая скорость? Фазовая. 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 А почему не лучевая? Вон она в уровне не волны, а фазовая скорость. Так. А лучевая какая будет ли волны, поляризованной вдоль оси Х? Производную взять. Производную надо взять. Это вы откуда такое? Воздух. Боже мой. Так. Значит, кванты мы отвергаем. Все видят, что он вас обманывает. Чего? Да, он имеет в виду групповую скорость. Да. А у нас лучевая. Различаются термины. Специально их различают, чтобы не было путаницы. Так, а какая? Какая будет лучевая эта скорость? А, групповая и лучевая. Мы еще не знаем, что такое групповая. Поэтому молчим, да. Чего? На косинус умножить? А косинус какой бы? Так, хорошо. Что такое главное направление? Если у меня вектор Д направлен вдоль оси Х, то куда направлен вектор Е? Тоже вдоль оси Х. Какой угол между ними? Ноль. Как связаны фазовые и лучевая скорость для этой волны? Они одинаковые. Это совсем было непонятно? Ну, они же... То есть, вот это мы с вами нарисовали общий случай. Но есть частные случаи. Частные случаи, когда вектора Е и Д сонаправлены. И мы с вами до этого всю дорогу рассуждали именно про это. Волна идет туда. Если она поляризована вот так, значит, она идет с одной скоростью. Если она поляризована вот так, идет с другой скоростью. И до этого я вам никакие слова ни про лучевую, ни про фазовую скорость не говорил. Потому что они одинаковые. Никакой разницы нет. Когда вектор Д и Е сонаправлен, а для главных направлений это всегда так, скорость, что фазовая, что лучевая, это одна и та же. Поэтому главную скорость, про нее никогда не говорят, что это фазовая или лучевая, это просто главная скорость. То есть волна, поляризованная вдоль этого направления, у нее и фазовая, и лучевая скорость абсолютно одинаковые, равны вот этой величине. Понятно? Понятно, что угол между ними равен нулю. Да? У меня же ведь ДХ равно Эпсилон Х, Эпсилон нулевой, ЕХ. Они сонаправлены. Да. Тогда еще как-то стоит, что такое лучевая скорость, чтобы ее... Лучевая скорость, это скорость распространения энергии. То есть она направлена, да, в Е на Аш, да. Ну, скорость сама находится куда надо, направлена сюда. Теперь нам предстоит делать, но мы не будем повторять то, что делалось на лекциях. Потом на лекциях Борис Иванович занялся вот чем. И долго я сейчас просто идею повторю. Значит, теперь мы говорим, мы все понимаем, что будет, если свет идет вдоль одного из главных направлений. Будут две волны, поляризованные вдоль двух других. А теперь говорим, а теперь свет идет туда. С какой скоростью он пойдет, где там будет фазовая, где там будет лучевая. И вообще, что будет происходить в анизотропном кристалле, когда задан абстрактный вектор. Значит, для того, чтобы это найти, как вы думаете, что надо использовать? Нет, это уравнение... Это пока вы... мы этого еще не знаем. А пока что то, чего вы знаете, что надо использовать? Уравнение Максвелла. Так ведь? Да, мы с вами уравнение Максвелла записывали в виде четырех соотношений, с которых получили вот эту картинку. Значит, что делают в этих уравнениях? Например, нам нужно найти фазовые скорости для какого-то направления. Значит, мы говорим, во-первых, вот у нас есть Е, Д, Б и Х. Значит, для того, чтобы получить какое-то соотношение для фазовых скоростей, а фазовые скорости у нас связаны однозначно с вектором Д, да? Поэтому занимаются чем? Что в этих системах из уравнений исключают вот эти три переменные. Как вы думаете, какую проще всего исключить? То есть, все свести к Д надо. Как Х исключить? Ну, через Б. Так. То есть, Б через... Хорошо. Давайте я вспомню вот такую формулу. Ротор, Х, кто помнит, чему равно? Д, 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 С. С каким знаком? С плюсом. С плюсом. Так. Теперь мы это соотношение через Е в степени, через гармоническую волну до чего довели? К на Х было равно чему? Омега на Д. Ну, с точностью до знака. Я не помню, какой знак, да? Так. Мы уже знаем, что К и Х перпендикулярны? Знаем. Так. Тогда Х отсюда чему равно? По модулю сейчас. Мы с векторами разобрались. Омега на К на Д. А омега на К это что такое? Это фазовая скорость. Это искомая нам величина. Это фазовая скорость. То есть, Х выражаем равно ВД. В, понятное дело, можно тоже выразить. А Е откуда выразить? А вот отсюда. Только мы что сделаем? Вместо Э, Псилон, Х, как вы думаете, мы что напишем? Нет. Вот мы что напишем. Мы напишем, что это единица на В, Х в квадрате. И тем самым мы избавляемся от всех трех переменных. У нас остается уравнение с буквой Д. Чего? А, С. С, С. Где С? Ну, не один, но В, а С. С, С. С квадратного, В квадратного. Да, ну я специально, чтобы... Да? Надо С еще куда-то, да? Куда? Сверху, да? Правильно, да? С в квадрате. Итак, и в итоге из всего этого получается после каких-то долгих вычислений симпатичное уравнение, считается, что оно симпатичное, из которого, говорят, можно найти фазовые скорости. И выглядит оно таким образом. Значит, у нас в пространстве мы задаем вектор нормали к фронту, обозначаемого буквой Н. У него есть НХ, НУ, КНЗ. Да? Значит, и уравнение имеет такой вид. НИТ в квадрате, здесь ВИТ в квадрате минус В в квадрате равно нулю. Страшное уравнение, но очень простое, да? Значит, где И? Это Х, У и З. Значит, ну не знаю, насколько она легка для переваривания, эта формула. А В это? В это та самая искомая скорость для данного направления. Да, это фазовая скорость. ВИТ это главные скорости. НИТ это заданное направление. Если внимательно смотреться в это уравнение, то говорят, что оно являет... Чего? Нулю. Да. Да. Нулю. Нулю. Потому что это у нас... Там скалярное произведение было. Ну, сейчас на всякий случай я посмотрю бумажку. Ну, я помню, что... Значит, я ее обычно не даю, но для того, чтобы вас сейчас загнать в некоторую ловушку, я его решил дать. Да, равно нулю. Так. Значит, смотрите. Значит, у этой формулы есть один очень существенный недостаток. Давайте я его вот так сейчас распишу. И попробуем теперь, глядя на это уравнение, понять, что оно описывает ту самую ситуацию, с которой нам легко и понятно. Если волна, например, идет вдоль оси Z, то у нее должны быть две скорости. Vx и Vy. Получается из этого уравнения это? То есть, куда направлен вектор N? Вдоль оси Z. Значит, у меня Nz чему равен? Единица. А Nx и Ny? Нулю. Тогда я это выкинул, это выкинул. Осталось вот такой вот, из которого никакие... Вообще непонятно, как он может быть равен нулю, да? Да. Видите, что ничего не понятно? Уравнение правильное, а решение непонятно какое. Значит, дело в том, что когда его записывают, а его записывают в таком красивом виде, чтобы сэкономить место. На самом деле, его надо привести к общему знаменателю, если быть честными, да. И знаменатель выкинуть вообще. То есть, уравнение должно иметь вот такой вид. Nx здесь Vy квадрат минус V квадрат на Vz квадрат минус V квадрат плюс и так далее, и так далее. Да? Привел к общему знаменателю. И вот именно это-то, то есть, правильным уравнением является вот это уравнение. Но его неудобно коротко записывать. Но зато, когда мы его запишем вот так, у нас последний-то слагаемый будет какое? Nz умноженное на Vx квадрат минус V квадрат на Vy квадрат минус V квадрат. Равно нулю. И вот теперь, когда мы говорим, задали направление Nz. Это занулилось, это занулилось, осталось Nz равное единице. Вот уравнение. Сколько у него решений? 2, V равно Vx и V равно Vy. Nz квадрат на Vy квадрат. А? Nz квадрат на Vy квадрат. Да, квадрат. А, ну я специально же, да. Там еще раз. Да. То есть, вот в этом уравнении сидит такой подводный камень. И скажу больше, если у какой-то из векторов N нет одной проекции, то есть одна из проекций равна нулю, то одним из решений этого уравнения является главная скорость, соответствующая именно этой проекции. Ну, в общем, вот как бы, если вы запишите в таком виде, вы это все быстренько поймете. Так, то есть, из этого можно сделать глубокомысленный вывод, хотя это сделать очень тяжело, что для каждого направления N существует две различных фазовых скорости. И это, ну, мы на этом примере все легко и понятно, да. А это справедливо для всех направлений. Две фазовые скорости. И для этих фазовых скоростей надо искать их величины и их направление поляризации. Но есть еще и лучевые скорости. И для лучевых скоростей тоже можно получить уравнение. Да, вот это называется уравнение Френеля для фазовых скоростей. Значит, есть аналогичное уравнение Френеля для лучевых скоростей. Сейчас я боюсь, что я вам сейчас совру. Но я сначала напишу, а потом подсмотрю в бумажку. Здесь S и Т в квадрате, где S и Т единичный вектор. Сейчас найду. Да, на V и Т в квадрате. Уравнения страшные. Поэтому, если вам предстоит решить какую-то задачу, а в общем зачете, в задаче к общему зачету, есть одна задача на вот это уравнение, которая решается, ну, достаточно просто, скажем так. Да. На всякий случай в общем зачете таких задач не будет. Так, значит, поэтому, понимая, что вы все приуныли, мы с вами переходим к простейшей геометрической интерпретации того, о чем я с вами говорил. Значит, на ваше счастье существует, на мой взгляд, просто замечательная геометрическая интерпретация всего, но она большая и долгая. Мы сейчас к ней приступаем. И она заключается вот в чем. Значит, есть два эллипсоида. Два эллипсоида. Давайте начнем с первого. Значит, как называл их? Лучевой, волновой? А? Лучевой, 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 лосеевый, в этот процесс. Нет, это немножко другие. Значит, хорошо, давайте так. Я буду пользоваться своей терминологией. Терминологии у всех разные. Значит, я буду говорить лучевой эллипсоид и волновой эллипсоид. Да, или фазовый эллипсоид, как хотите. Значит, начнем с фазового, как наиболее простого с точки зрения вывода, но самого сложного для точки зрения интерпретации. Значит, это эллипсоид, у которого полуосями являются nx, ny и nz. Эллипсоид с тремя полуосями nx, ny, nz. Я пытаюсь его нарисовать, хотя мне это очень тяжело сделать, как вы понимаете. Вот какие-то три оси, ну, что-то похожее на картошечку. Ну, у каждого свои представления, да, кто-то мечтает о еде. Но мы сейчас о еде будем с вами много мечтать. Так, вот нарисовали этот эллипсоид. Теперь говорим, с помощью этого эллипсоида очень легко найти величину скоростей фазовых для любого направления и состояние поляризации. Для этого мы делаем следующее. Выбираем какое-то произвольное направление. Вот такое, да, как мне его нарисовать. Во, я проткнул картошечку иглой. Да, вот она. Проткнул картошку иглой. Так, после этого я беру и разрезаю эту картошку перпендикулярно через центр. Перпендикулярно этой линии. И сечение проходит через центр. Как вы думаете, что я вижу в сечении? Эллипс. То есть вот у меня, вот я вот так разрежу, у меня в сечении получится какой-то вот такой вот эллипс. Понятно, да? Картошку представили, разрезали, получили. Так, что есть у эллипса? Полуоси. Сколько? Две. Так, две полуоси. Предположим, я их нашел. Да. И какими разумными буквами мне обозначить размеры этих полуосей? Разумными буквами. Если у меня полуоси nx, ny и nz. Правильно, n' должен же кто-то понимать, что я хочу. Две полуоси. Две полуоси. Одна из них n' Вторая из них n' У вас же появилась мысль о том, какая будет фазовая скорость? Правильно. c делить на n' Это фазовая скорость для этого направления. А как вы думаете, у них вектор d направлен? Правильно, по полуосям. У меня эллипс. У этого эллипса есть полуоси. Эти полуоси перпендикулярны к вектору n. Поэтому я вижу в этом сечении, я вижу полуоси, длины этих полуосей мне дают значение скоростей, а направление этих полуосей мне дают состояние поляризации для фазовых скоростей. Это вектор d. И у меня будет вектор d' будет вектор d2'. Они взаимно перпендикулярны. Это доказывается тоже какими-то манипуляциями. Они взаимно перпендикулярны. Нет, ну как? У вас же полуоси-то вот. Что так, что так, да. Наоборот, они могут быть вниз. Что значит наоборот вниз? Нет, ну она ось-то одна, да. То есть вектор d у меня колеблется туда-сюда. Он что, не только вверх направлен, но и вверх и вниз направлен. Так, понятно? Понятно. Так, хорошо. Теперь давайте попробуем вот что сообразить. Как вы думаете, если у меня все полуоси разные? Ну, например, вот так вот. То можно ли мне получить в сечении круг? Как? Сколько? Если можно, то два. Так, если можно, то два. Вам это очевидно или откуда-то это видно? Лично мне это не очевидно, да. Нет, ну смотрите, мы же можем чуть-чуть доехать, правильно? Так. И можно его поворачивать и понять, что у нас полуоси, и у нас полуоси, и у нас полуоси, и у нас полуоси. Хорошо, хорошо, давайте мы с вами сделаем так. Так как рисовать объемные картинки мне чрезвычайно тяжело, Я вам сейчас с определенным умыслом, с определенным умыслом нарисую сечение эллипсоида. Причем я нарисую эллипсоид, плоскость доски будет совпадать с плоскостью х, z, с крайними значениями. Значит, пусть у меня вот эта ось х, пусть у меня вот эта ось z. Значит, полуось по какой оси максимально? По х, а по какой минимально? По z. Значит, у меня вот будет, значит, это сейчас я рисую сечение эллипсоида. Да? Это не какой-то разрез для чего-то. Просто для наглядности. Так. А третья полуось куда направлена? На вас и равна чему? n y, к чему-то среднему, ни больше, ни меньше. И теперь начинаем соображать, как же мне разрезать этот эллипсоид, чтобы в сечении круг получить. Можно так непрерывно поворачивать, сказать, оси, а когда-нибудь у нас наоборот. Только не оси, а плоскость разреза. Смотрите, если я разрежу вот так, у меня будет одно n y, одна полуось, да? А вторая n z. А теперь я начинаю режу вот так, вот так, вот так, вот так. И рано или поздно я доберусь до такого, что длина этого отрезка станет равной n y. И здесь торчит n y. И получится, ну хотя это не доказательство, да, мы с вами только два размера нашли, но это будет тот самый круг. То есть круговое сечение такого эллипсоида с тремя разными полуосями, оно проходит через одну, через ту ось, которая соответствует среднему значению. И это сечение вот, вот такое, это одно сечение, и симметрично отраженное второе сечение. Да, то есть, значит, значит, так, это у меня, а волна куда идет? Перпендикулярно, вот одно направление, да, вот второе направление. Это я нарисовал вам сечение, да, сечение, который круг, а волна идет перпендикулярно к нему. То есть у меня в таком кристалле, в котором все три значения разные, существует два круговых сечения. А что это означает для волны? Это означает, что у меня нет никаких полуосей теперь, и у меня, значит, полуоси равны чему? n y, да, круговое сечение. Это означает, что волна, распространяющаяся вдоль этого направления, будет идти с одной и той же скоростью, равной c делить на n y. Не зависит, эта скорость не зависит от состояния поляризации, потому что в сечении круг, нет никаких выделенных направлений. Поэтому такой кристалл называют двуосным. У него две, значит, это направление называется оптическая ось, то есть здесь у кристалла две оптических оси. Двуосный кристалл. Есть два направления, при распространении вдоль которых состояние поляризации никоим образом не меняется. Какое было на входе, такое на входе и осталось. Понятно? Будем считать. Так, хорошо. Значит, теперь, это мы с вами поговорили про фазовые скорости. Для лучевых скоростей существует то же самое. Тоже свой эллипсоид, который называется словом лучевой. Ну, по крайней мере, я его так называю. Лучевой эллипсоид. Лучевой эллипсоид. У него по полуосям будут Vx, Vy, Vz. Три главных скорости. Три главных скорости. Так, и теперь мы с вами попробуем сообразить, как бы мне, глядя вот на этот фазовый эллипсоид, нарисовать соответствующий ему лучевой эллипсоид. Значит, здесь у меня вот это было x, да? Ну, пусть это z, да? Где-то здесь торчит y. А у лучевого что будет? Все знаки поменяются наоборот. Знаете? Видите это, да? У меня же скорость. Вот, обратно пропорционально-то. Поэтому у меня вот так это будет. Поэтому у меня Vx будет минимальная ось. Vz будет максимальная ось. Vy какая-то промежуточная. То есть эллипсоид будет какой-то вот такой вот. То есть, вот, ну, понятно, да? То есть те направления, которые вытянуты у фазового, наоборот, в лучевом становятся сплюснутыми. И наоборот. Но для того, чтобы теперь по этому эллипсоиду найти для любого направления лучевые скорости, мы поступаем точно так же. Я беру, протыкаю какой-то иголкой, говорю, это у меня вектор s. И для этого направления вектора s я хочу найти лучевые скорости. Я поступаю точно так же. Я его разрезаю так, чтобы с сечением, проходящим через центр, и вижу какое-то сечение. Это сечение будет иметь какую форму? Эллипсоид. Эллипсоид. У эллипсоид есть полуоси. Да? Так, какими разумными буквами мы их обозначим? V. Так, давайте пока я напишу вот так вот. А теперь скажу плохо. Как вы? U' U' мы ищем лучевые скорости, поэтому U' и U' полуоси можем найти. Направление этих полуосей что нам даст? Направление векторов E' и направление векторов E'2'. И точно так же, как и здесь, для каждого направления в пространстве существуют две лучевые скорости. То есть вдоль каждого направления могут распространяться два луча с взаимоперпендикулярными состояниями поляризации. То есть E'1 перпендикулярно E'2'. То есть, как бы, если вы думаете, что это все, то вы сильно ошибаетесь. То есть, значит, мы сейчас знаем, как для каждого направления найти фазовые скорости, как для каждого направления найти лучевые скорости. Но самое это страшное в чем, что вот взяли вы направление и сказали, вы для него, мы для него нашли фазовые скорости. Вопрос, а куда для этого направления будет направлена лучевая скорость? Она же будет не так находиться. То есть надо еще искать, как соответствие между направлениями фазовой и лучевой. Но эта задача уже слишком глубокая, поэтому мы сейчас с вами такой задачей мы касаться не будем. Мы будем касаться более каких-то простых вещей. Но вообще говоря, вот вся анизотропия, ну на мой взгляд, вот из этих картинок все видно, да? Ну мне так кажется. Так, не все видно, да? Не все пока видно. Но постепенно. Постепенно вам будет открываться истина. На праздниках она откроется. Да, будем надеяться. Так, значит, теперь смотрите. Значит, да. Как вы думаете, здесь есть круговые сечения? Есть круговые сечения. Их можно найти? Да, их два. Здесь все то же самое. Здесь все то же самое. Все то же самое. И будет оно по V и Y, да? Да. По V и Y направлено. Единственное, чего я так толком не могу понять, по-моему, они не совпадают. Или совпадают? Совпадает ли круговое сечение для этого и круговое сечение для этого? Не совпадает? Ну, в общем, они, по-моему, не совпадают. Да. Вот этого я, как бы, в таком явном виде почему-то ответа никогда не видел. Но мне интуитивно кажется, что они не должны совпадать. Но они очень близки друг к другу. Хотя это немножко странно. Ну, ладно, неважно. Давайте это оставим пока в стороне. Так, значит, потому что мы сейчас должны с вами перейти от двуосных кристаллов к одноосным. Значит, одноосный кристалл – это кристалл, у которого два каких-то показателя одинаковые. Да? Какие хотите выбрать? А, чтобы, значит, я сейчас, я вам начал вот так обозначать, да? Это ось X, это ось Z, да? Начал я так обозначать. Давайте я так оставлю обозначение. Значит, у меня вот так будет теперь. Пусть VX не равно VY, а VY равно VZ. Вот так. Так, и теперь основной упор мы будем с вами делать на лучевой эллипсоид. Основной упор на лучевой эллипсоид. Потому что с помощью лучевого эллипсоида мы можем находить, куда распространяется энергия. А энергия – это то, что мы видим глазами. То есть мы видим лучи. Поверхность постоянной фазы в луче нам, вообще говоря, не видна. Так. Значит, и теперь пытаемся эти эллипсоиды каким-то образом сообразить и как-то с ними расправиться. Значит, первое, у чего эллипсоид. Пусть VX больше, чем VY, VZ. А? Нет, нет, нет. Это мы сейчас про эти рисунки мы забываем. Значит, теперь, как вы понимаете. Значит, как мне его нарисовать? А, ну вы знаете как. Вот так. Так, кто-то опять произносит слово «картошка». Да? На майский. На майский. Картошка. Так. Хорошо. Вы знаете, что картошка всегда имеет овальную форму? Да? Может быть, мы возьмем с вами какой-нибудь другой продукт, который имеет вот такую вот форму? Дыня. Еще какие версии? Дыня хорошо подходит. Дыня. Так, что? Она может быть и круглой, и вытянутой. Так, а какой предмет всегда такой? Широко известный. Ладно. Во, наконец-то. У нас будет симметрично. Значит, решайте сами. Дело в том, что у меня в голове сидит слово «яйцо». Я готов произносить слово «дыня», только не «картошка». Картошка мне не нравится слово. Да. Значит, вот у меня... Какая-то экзотика пошла. Значит, вот он у меня лучевой эллипсоид. Так. Вопрос. Значит, это у меня ось Х, и это у меня ось З. Есть ли у этого лучевого эллипсоида круговое сечение? Мозгер включается вращением, поэтому... Так. Мозгер через С, и Y, и Z. Ничего не понимает. Мозгер через С, и Y, и Z. А, да, Y, и Z. То есть, представили себе яйцо и разрезали его перпендикулярно. Так ведь? И вы видите в сечении круг. Да? Вот у вас круг. Так. Поэтому волна, идущая вдоль оси Х, пойдет как? Хорошо. Хорошо. Вопрос. С какой скоростью она пойдет? Волна, идущая вдоль оси Х, идет со скоростью VY или VZ. Так ведь? Да. То есть, вдоль оси Х скорость равна VY или VZ. Так. И у меня что произойдет с состоянием поляризации, если волна пойдет вдоль оси Х? Правильно, ничего. У меня для этого направления среда ведет себя как изотропная. И поэтому это направление будет оптической осью кристалла. Это главная, ну или главная оптическая ось кристалла. В одноосном кристалле, а главная оптическая ось совпадает с тем самым направлением, для которого V отлично от других. Понятно? То есть, из зрительного образа, на мой взгляд, это все легко и понятно. Ось не важна. А? Не важно. Ой, не равна. Не равна остальным. То есть, да, нет, нет, мы сейчас нарисовали эллипсоид, который вот так вот себя ведет. Так, хорошо. Теперь я начинаю разрезать это яйцо. Да? Например, вот так вот. Что я увижу в сечении? Эллипс. Я увижу эллипс. Вы можете что-то сказать про одну из его полуосей? Она равна V и Y. Вот эта полуось, которая торчит сюда, она равна V и Y. И как бы я не разрезал это яйцо, значит, дома потренируетесь, нарежете так. У вас всегда одна из полуосей, которая перпендикулярна к этой оси, равна V и Y. Понятно это, да? Разрезал, одна из полуосей, которая нам не видна, равна V и Y. А вторая полуось? Лежит в интервале от VX до VY. Так? Да. То есть у меня... Значит, а волна куда идёт? Волна идёт вот сюда. Точнее, луч идёт сюда. То есть у меня для любого направления в одноосном кристалле одна из скоростей всегда одна и та же и равна V и Y или VZ, которые равны друг другу. Всегда. Да? Так. Значит, а вторая полуось меняет свою величину. При таком разрезании она равна VZ. При таком разрезании, если я вот так вот разрежу, она у меня будет равна VX. И в итоге две волны, которые таким образом распространяются, носят свои названия. Одна из них называется обыкновенной. Обыкновенная волна. V с индексом O её принято обозначать. У неё скорость, её распространение не зависит от направления в одноосном кристалле. И она всегда равна... Ну, VX... Ой, виноват. В, Y, VZ. Да? Те самые скорости, которые здесь одинаковые. Вторая волна называется необыкновенной. Её обозначает V с индексом E. Однари и экстраоднари. Насколько я помню. Да, эта скорость... Виноват. Вот так скажу. Значит... Вот... Нет, лучше вот так скажу. Сейчас. Так, значит, смотрите. Вот так напишу. Я не... V необыкновенная. Она лежит в интервале от... Значит, какая у нас больше? Вот эта, да? VX, а здесь VY, VZ. И вот обозначение V, E используется вот для этой скорости. То есть скорость... Значит, то есть у нас есть главные скорости. Их три. Две из них одинаковые. Одна из них обозначает... Та, которая одиночная, обозначается V с индексом E. Вторая, которая двойная, обозначается V с индексом O. И скорость обыкновенной волны всегда равна V, O. А скорость необыкновенной волны лежит в интервале от V, E до V, O. Понятно, да? Потому что иногда путают, начинают говорить. V, E – это скорость распространения необыкновенной волны. Необыкновенная меняет свое значение. В зависимости от того, в каком направлении идет та или иная волна. Понятно сказал? Да, ну будем считать, что что-то понятно. Так, значит... Как вы думаете... Как вы думаете... Значит... Вот это... Если я вот это обозначу угол альфа... Трудно ли нам найти выражение для скорости необыкновенной волны в зависимости от альфа? Но это же эллипс, который разрезали прямой линией. Уравнение эллипса знаете? Знаете. Что, уравнение эллипса не знаете? А уравнение прямой линии знаете? Да. Найти координаты точек пересечения можно? Можно. И все находится однозначно. Просто формула крокодилистая. Я ее выводить не буду. Да. Но вы ее благополучно дома в качестве тренировки можете посмотреть. Те, кто не любит тренироваться, заглянут в конспект лекции и все это увидят. Так, хорошо. Значит, итак, есть это, есть это. Так, вроде бы все понятно будем считать, да? Так, а теперь следующий. Это мы с вами нарисовали. Буковку 1 написали. Теперь мы с вами напишем буковку 2, в которой что произойдет? В икс будет меньше, чем в игрок равное в зет. Так, пытаемся нарисовать этот эллипсоид. Значит, это у нас икс, это у нас зет. Как он будет выглядеть? Как торпеда. Как торпеда. Неужели все так глубоко заблуждаются? Вы что, не понимаете, что я вам сейчас нарисовал? Какая это торпеда? Это не яйцо. О, батеньки, куда мы попали-то? Там что будет? Ну, те, кто ходит на лекции, знают. Так, хорошо. Но придется наглядный пример. Представили себе воздушный шарик. Воздушный шарик представили себе? Кругленький, да, слава богу. Представили себе, ну, для тех, кто не понял, представили себе кругленький воздушный шарик. Теперь я его взял за два этих торца и растянул немножко. Что я получил? Дыню, яйцо, торпеду, что хотите. А теперь я что сделал? А теперь я этот шарик сплюснул. А по этим-то двум осям он остался большим. Что за тело-то получилось? Кто-то говорит «летающая тарелка». Таблетка такая. Таблетка. Еще какие версии? Пончик. Пончик? Пончик. Пончик, да. Значит, дело в том, что я человек советского воспитания. Да, я в студенческие годы очень любил есть беляши. Я не знаю, продаю, то есть в главном здании делали такие прекрасные беляши, я их с удовольствием ешь, поэтому я это обычно называю словом «беляш». Но прекрасно понимаю, что многие из вас уже не знают, что это такое. Да, поэтому я лично готов произносить термин «летающая тарелка». Да, потому что... Ну, таблетки, таблетки бывают вытянутые в другую сторону, не надо. Да, таблетки бывают, я пью такие иногда. Да, вытянутые в другую сторону. А мы рисуем сейчас фазу? А? Все лучевое. А. Значит, это по-прежнему лучевой. Так. Так, захотели есть, да? Но это как раз время к обеду. Как раз у нас очень удачно, что у нас вторая пара, а не третья. Да, это, на мой взгляд, очень удачно, у вас есть шанс поесть. Так, то есть у нас два объекта. Значит, в зависимости от того, какой кристалл, кто больше, кто меньше, у нас будет ипсоид типа «яйцо» или ипсоид типа «беляш». Потому что мы сейчас пойдем еще с вами дальше. Значит, все остальные слова, понятное дело, все то же самое. Задал направление, нарисовал эллипс, все это нашел. Как вы думаете, где оптическая ось у этого кристалла? Опять же вдоль оси Х. То есть то направление, которое отлично от двух других и дает нам направление главной оптической оси. Куда идти? То есть, на мой взгляд, все легко и понятно. Да? Что? Бывают кристаллы положительные и отрицательные, у которых либо это, либо это. Но до этого мы даем. То есть в жизни существуют и те, и другие. Принципиальной разницы, естественно, между ними нет. Так, но если вы думаете, что это все, то вы глубоко ошибаетесь. Это только начало, да? Значит, теперь, а теперь после этого приступает к построению лучевой поверхности. Так, это у меня какая? Это неправильно. Вот это правильная картинка, да? Значит, лучевая поверхность. Значит, это все тяжело. Да, очень тяжело, на мой взгляд. Поэтому мы с вами на следующем занятии будем это жевать еще дальше. Значит, я рисую опять оси. Ось Х, ось Z. Значит, на ваше счастье, да, когда речь идет об одноосном кристалле, как уже было верно замечено, эта фигура есть, как правильно скажите слова, фигура вращения относительно... Да, или псоид вращения вокруг оптической оси. Все понимают, что вокруг оптической оси. Поэтому, когда у вас на рисунке есть оптическая ось, вы трехмерную картинку представляете себе сразу. Вы представляете, что эта фигура вокруг оптической оси вращается, и вы видите, что у вас получится. Так, а теперь я беру кристалл, давайте вот этот, и внутрь этого кристалла вставляю точечный источник света. И от него в какой-то момент его включаю, и свет пошел во всех направлениях. Я засек какой-нибудь маленький промежуток времени, типа одной наносекунды, и смотрю, до каких точек у меня дошли лучи. Да? Значит, для каждого направления у меня две скорости. Одна из них, обыкновенная, не зависит от направления. Поэтому для обыкновенной волны эти лучи дойдут до сферы какой-то. Рисую сферу. Так, сейчас мне только надо сообразить, как она сейчас будет. То есть мы рисуем волновой фронт. Лучевой фронт. Здесь лучи идут. Вот именно, да. То есть для волны существует все то же самое, но они идут, значит, вот у меня, я пытаюсь нарисовать круг. Да? У которого это, ну, скажем так, условно говоря, пропорционально ВО. Так, а теперь пытаюсь нарисовать, до какой же поверхности дойдут лучи для необыкновенной волны. Если вдоль оптической оси, то скорости их будут одинаковые. Да, поэтому я приду опять сюда же. Если же я пойду вдоль оси Z, то больше. Вдоль оси Z у меня волна пойдет с какой скоростью? VX. То есть я разрезал яйцо, смотрю на него снизу, вижу вот эту большую полуось. Это VX. VX больше. То есть вдоль оси Z необыкновенная волна идет со скоростью VX. Я понимаю, что это все в голове сильно путается. Но она идет вот, она идет со скоростью VX или VE. А для этих направлений она идет с какой-то меньшей скоростью. И в итоге я рисую нечто вот такое. Это лучевая поверхность для необыкновенной волны. Это для обыкновенной. Сейчас мы последнюю фразу произношу и все. Так, как вы понимаете, внутренняя лучевая поверхность это что такое? Это сфера. А вот это лучевая поверхность? Это яйцо или беляш? Беляш. Почему? Обедать хочется. Потому что яйцо тоже съедобно. Потому что это фигура... Да, опять забыл эту фразу. Фигура вращения вокруг оси. Таким образом, говорю, если... Произношу красивую фразу и на этом заканчиваю. Если лучевой эллипсоид яйцо, то лучевая поверхность это сфера в беляше. На этом мы с вами заканчиваем. Продолжение следует...